Полгода мы внимательно следили за играми, болели за команду, переживали неудачи и радовались победам. И вот финал. В воскресенье на юности команда «Урал» сыграла свой последний матч в рамках чемпионата Свердловской области по футболу этого года. И даже не самые комфортные погодные условия в этот день не остановили преданных болельщиков «Урала». Всю игру они поддерживали нашу команду, как собственные на протяжении всего сезона. Ведь может поэтому по итогам чемпионата они тоже получили свою награду, признаны лучшими болельщиками во второй группе. Это ребята, которые выезжали с нами на выезда. Они нас поддерживали. Например, в Сухом Логу нам было очень сложно играть, но как только зашли наши 30 болельщиков, забили барабаны, мы понеслись и там была победа. И много таких примеров. Ну а в ответ футболисты старались радовать болельщиков своей игрой. Получалось не всегда. Тем не менее, общий результат весьма достойный. Выиграв 15 из 26 встреч, в том числе и последний матч со счетом 7-2, наша команда в итоге заняла четвертое место в группе. И это после 11-го в прошлом сезоне. Ставимся контролировать мяч, играть комбинационный футбол. Некоторые матчи, конечно, у нас не получается играть против силовых команд, но мы, в принципе, добились того, чего хотели. К слову, этот матч стал последним в чемпионате не только для Урала в целом. В последний раз в составе команды на поле в этот день вышел Дмитрий Волков. Теперь уже ветеран ирбитского футбола считает, что самое время уступить место талантливой молодежи. Ребята перспективные, молодые, растут, укрепляются физически, уже готовы. К тому же у нас такая поддержка. Стадион стал лучшим в области в этом году. Вместо Никитина, Данила, номер 19. Болельщики самые лучшие в области. Поэтому с уверенностью могу уйти с профессионального, так скажем, ринга, поля. Конечно, буду рядом с ребятами, приходить на их матчи, поддерживать, где-то чем-то подсказать. Никто не говорит, что я ухожу из футбола и все, меня забыли. Я тут, я всегда здесь помогу, подскажу. Ну а молодежь действительно стремительно растет и набирается мастерства. Доказательством победа именно нашего футболиста Ильи Щитова в номинации «Лучший молодой игрок чемпионата». К слову, и тренер эрбитской команды также признан лучшим в своей номинации. И этим званиям надо соответствовать. Так что команда уже в ближайшее время планирует снова приступить к тренировкам. И вполне возможно, что на поле мы ее увидим совсем скоро. В месезонье мы хотим также пригласить зрителей, если у нас все получится. Руководство города и руководство нашей команды даст добро. Мы хотим играть в первенство области по зимнему футболу. Это все делается для того, чтобы подойти к лучшей физической и тактической форме на будущий год, где уже в следующий год мы хотим завоевать медаль этого чемпионата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова